все мы еще со школы знаем о том что многие древние животные населявшие планету когда-то давно вымерли но знаете ли вы что сейчас на земле обитают животные которые видели динозавров а еще есть животные которые существуют дольше чем деревья с которых эти динозавры ели листья при этом много из этих древних представителей фауны практически не изменились за миллионы лет своего существования в этом видео вы увидите топ-7 самых древних животных которые не вымерли 7 место в австралии живет странный зверь он похож на дикобраза ест как муравьед откладывает яйца как птица и вынашивает детей в кожистой сумке подобно кенгуру это ехидна австралийские ехидны населяют планету уже 110 миллионов лет и их внешний вид за это время не претерпел никаких изменений размеры зверька небольшие длина тела около 30 сантиметров нет зубов губы вытянуты вперед и похожи на клюв рот совсем маленький лапы сильные и короткие с когтями поэтому ехидна хорошо роет землю она не живет в норах а ведет кочевой образ жизни кормится в основном термитами и муравьями а также другими мелкими насекомыми ловит их ехидна своим липким длинным языком а потом раздавливает во рту у животных плохое зрение но отменные обоняния и слух уши улавливают низкочастотные вибрации в почве издаваемые муравьями и термитами ехидна неплохо плавает но не очень резво бежит и от опасности спасается глухой обороной если грунт мягкий животное закапывается вглубь сворачиваясь в шар и нацеливаясь на врага взъерошенными колючками достать ехидну из ямы практически невозможно сопротивляясь она растопыривает колючки и упирается лапами интересный факт в летнее пекло ехидна отсиживается в укрытиях так как ее организм не переносит жару из-за отсутствия потовых желез и предельно низкой температуры тела всего 32 градуса бодрость у ехидны наступает ближе к сумеркам когда вокруг ощущается прохлада шестое место в нашем топе занимают муравьи муравьи населяют нашу планету уже на протяжении 130 миллионов лет к сегодняшнему дню во всем мире насчитывается более 12 тысяч видов этих насекомых большинство из которых распространено в тропиках социальная структура муравьев не может не поражать мало того что среди них есть самки самцы рабочие особи есть еще виды содержащие в своем гнезде рабов которые будучи личинками были взяты в плен из другого муравейника правда рабы эти исполняют те же функции что делали бы и в своем гнезде только заботиться о потомках не своего а чужого вида несмотря на то что абсолютно все виды муравьев являются хищниками они не только ловят или подбирают добычу но и разводят грибы держит скотину в роли которого выступает для и являются единственными в мире существами за исключением человека ведущими сельскохозяйственную деятельность муравейник насекомые обустраивают всюду где только могут используя для строительства в основном землю и растения гнезда их можно увидеть везде на земле под камнями в бревнах под землей если им случается поселиться в доме то могут соорудить муравейник и там в жизни муравьев запах играет огромную роль с помощью запаха муравьи отличают членов своего сообщества от других насекомых подают сигнал тревоги или призыв к оказанию помощи от врагов муравьи защищают применяя муравьи ную кислоту или яд которые вырабатываются специальными железами пятое место занимает goteria единственный современный представитель древнего отряда клювоголовых эти рептилии появились около 200 миллионов лет назад и с того времени практически не изменились goteria напоминает крупную ящерицу длина тела до 75 сантиметров туловище массивная голова большая конечности пятипалые от затылка вдоль спины и хвоста тянется невысокий гребень из плоских треугольных чешуй очень интересная особенность наличие теменного или третьего глаза помещающегося на темени между двумя настоящими глазами функция его пока не выяснена этот орган имеет хрусталик и сетчатку с нервными окончаниями но лишен мышц и каких-либо приспособлений для аккомодации или фокусировки goteria ночное животное и в отличие от многих других присмыкающихся она бывает активна при сравнительно низких температурах около 7 градусов это еще одна из интересных особенностей ее биологии все жизненные процессы замедлены обмен веществ низкий между двумя вдохами обычно проходит около 7 секунд но она может оставаться живой не сделав ни одного вдоха в течение часа goteria одна из немногих рептилий обладающих настоящим голосом ее печальные хриплые крики можно услышать туманными ночами или в тех случаях когда ее кто-нибудь беспокоит на четвертом месте расположилась латимерия латимерия представитель подводного мира еще не так давно ученые считали что этот вид полностью вымер пока в 1938 году в южной африке рыбаки не поймали одного из представителей этого вида считается что этот вид появился около 350 миллионов лет назад и населял большую часть земного шара для млотимерия обитает в пещерах на глубине около 100 метров является хищником ведущим ночной образ жизни на охоту спускается на глубину до 700 метров как выяснилось из наблюдений рыба очень медлительно что позволяет надолго сохранять энергию однако это не мешает ей быть достаточно маневренной для своего грузного тела латимерии умеют плавать задом наперед боком и даже брюхом вверх также характерно для них плыть по течению латимерия не приспособлена к жизни у поверхности воды у нее нет даже плавательного пузыря а без него держаться на плаву трудно она совершенно не переносит теплой воды для жизни ей нужна прохлада глубин самое удивительное у латимерий это парные грудные и брюшные плавники они имеют вид мясистых покрытых чешуей лопастей и необыкновенно подвижные плавники выполняют роль конечностей позволяя рыбе ползать на третьем месте мечехвост мечехвосты это древнейшие морские животные фактически без изменений эти животные существуют уже около 400 миллионов лет внешне мечехвост выглядит своеобразно взгляду наблюдателя доступен лишь большой роговой щит достигающий 60 сантиметров в диаметре и прямой длинный хвост тыльная сторона существа обнаруживает множество лапок строение которых подозрительно напоминает насекомых свое название это членистоногая получила из-за щита и хвоста хвост оснащен опасным оружием на конце имеется острый шип которым мечехвост обороняется нанося колющие и режущие удары помимо ранений существо способно наградить обидчика ядом вызывающим воспаление и аллергические реакции люди научились использовать мечехвостов в благих целях из его крови выделяют вещество использующееся при проверке медицинских препаратов на стерильность для получения вещества мечехвост отлавливается издает кровь позже его возвращают на волю в естественную среду обитания если вспомнить о выражении голубая кровь то это про мечехвоста в ее состав входит большое количество меди что придает ей натуральный голубой цвет пожалуй это единственное существо таких размеров не имеющие даже оттенков красного в своей главной жизненно важной жидкости на втором месте находится наутилус наутилусы живут на земле более 500 миллионов лет наутилусами называют целый род головоногих моллюсков всего известно 6 видов этих моллюсков два из которых в настоящее время считаются вымершими в целом все виды схожи друг с другом отличие лишь в ареале обитания и незначительных особенностях строения раковины моллюска самки и самцы отличаются размерами раковина наутилусов поделена на камеры сам моллюск живет в самой большой камере остальные отделения наполняя или откачивая биогазом использует как поплавок для погружения на глубину раковина наутилуса довольно хрупкая моллюск не погружается глубже 500 метров камеры его раковины могут не выдержать давление и лопнуть в этом случае наутилус обречен всплыть он уже не сможет поэтому все наутилусы обитают недалеко от поверхности как правило они снуют в поисках пищи на глубине от 20 до 100 метров в районе коралловых рифов моллюск ведет придонный образ жизни питается падалью иногда растениями способен подолгу голодать оставаясь без пищи целый месяц первое место в нашем рейтинге по праву занимают медузы ученые считают что медузы появились на земле примерно 600 миллионов лет назад эти удивительные животные живут только в соленой воде а потому их можно встретить во всех океанах и морях нашей планеты растут эти животные на протяжении всей своей жизни их размер во многом зависит от вида среди них есть совсем маленькие не больше нескольких миллиметров бывают и огромные размер тела которых превышает 2 метра самая крупная медуза мирового океана размер тела имеет более двух метров а со щупальцами почти 40 это удивительное животное на 98 процентов состоит из воды а потому имеет прозрачное тело с не сильным оттенком которая по виду напоминает желеобразный колокол зонтик или диск передвигающийся путем сокращения мышц несмотря на то что у этих морских животных отсутствует мозг и органы чувств они обладают светочувствительными клетками исполняющие роль глаз благодаря которым эти организмы способны отличить тьму от света интересно что некоторые экземпляры светятся в темноте при этом у видов проживающих на большой глубине свет красного цвета о тех что живут ближе к поверхности голубого интересной особенностью этих созданий является их способность восстанавливать утраченные части тела абсолютно все клетки этих животных взаимозаменяемы даже если это животное разделить на части она их восстановит образовав при этом две новые особи глядя на эти удивительные полупрозрачные создания многие задают себе вопрос о том как размножаются медузы стоит отметить что в данном случае возможно как половое они разнополы так и вегетативное размножение эти удивительные животные являются самыми многочисленными хищниками нашей планеты питаются они в основном планктоном мальками мелкими рачками рыбьей икрой медузы почти ничего не видит не обладают никакими органами джуств охотиться они при помощи строкательных щупалец уловив прикосновение к ним съедобной пищи моментально впрыскивают в нее яд который парализует жертву после чего медуза ее съедает есть еще два варианта ловли пищи первый добыча прилипает к щупальцам второй запутывается в них недавно зоологи обнаружили что среди представителей этого вида есть экземпляры которые никогда не умирают и всегда возрождаются а потому медузу принято считать единственным на планете бессмертным существом если вам понравилось наше видео ставьте лайк и подписывайтесь на канал